Всем привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал, Instagram и страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. Сегодня у нас спецвыпуск, в котором мы расскажем, в чем же Андрей Черкасов обвиняет телепроект Дом-2. Черкасов дал интервью журналистам, в котором рассказал о неудачных отношениях с девушками, в частности о романе со Стеллой Мунос, и о том, как он относится к неприятным высказываниям в свой адрес своей бывшей девушки Вики Романец. Совсем недавно Андрей Черкасов ушел с проекта, но он теперь появляется там в качестве наставника. За три года на Доме-2 он так и не встретил девушку своей мечты. Андрей крепко стоит на ногах в материальном плане, у него есть машина, квартира, ему 34 года, и он уже готов к семье и к детям. Андрей рассказывает, «Я не верю, что на проект придет та девушка, которая отвечала бы всем моим требованиям. Я хотела уйти, но продюсеры предложили другой вариант. Они дали мне полную свободу действий. Я буду жить у себя дома и искать девушку за периметром. Иногда буду приезжать на съемки, чтобы давать советы другим участникам, быть их наставником. Я ведь, как никто другой, знаю весь проект изнутри и снаружи». Так что теперь у Андрея расширенные права. Он может строить отношения как на проекте, так и вне его. Все, кому симпатичен Андрей, могут найти его в соцсетях, он всегда открыт к общению. В быту Черкасов всегда готов помочь женщине с домашними делами. Он говорит о себе, «Я хозяйственный, могу и пищу приготовить, и костюм себе поутюжить. Мужчина должен брать на себя многие тяготы быта. Но, конечно же, мне приятно, когда за мной ухаживают. Я так считаю. Я женщину балую подарками, а она меня кухней». Казалось бы, при таком подходе мужчина не должен оставаться один. Вот что Андрей об этом говорит. «Виноват, дом 2. Многие девушки из-за моей популярности готовы сразу же проводить со мной время, просто потому, что я из телека. Многие не замечают моих недостатков и достоинств». Если бы не телепроект, я давно бы был уже женатым человеком и воспитывал детей. Кстати, у меня была в жизни девушка, которую я сам по глупости упустил. В ней было все, что мне нужно. Но вернуть уже ничего нельзя, она не свободная. Ведь такие девушки долго не бывают одинокими. Таким образом, Черкасов не ушел с проекта окончательно. Он рассказывает, «Дом 2 полезен мне для работы. Я работаю ведущим, люди меня знают. К тому же, сам проект расширяется. Скоро появится одна из рубрик, которую буду вести я». Андрей рассказал о скоротечном романе со Стеллой Мунос. «В Стелле я ошибся. Все в окружении мне говорили, что она мне не подходит, но я не верил. Она очаровала меня, а на самом деле оказалась непорядочной. Я жалею, что привел ее на «Дом 2», что восхищался ею. Стелла оказалась недостойна моих комплиментов. Она хотела получить от меня материальную выгоду и от проекта получить максимальную пользу. Когда стало понятно, что она меня использует, и стали вскрываться факты, она собрала вещи и ушла. Стелла оказалась не той, за кого себя выдает. Я в ней сильно разочаровался. Проще говоря, подлый она человек». Андрей вспомнил и свой роман с Викой Романец. «Отличие Вики от Стеллы в том, что Романец все-таки настоящая», – говорит Андрей. «Она ненавидела меня, но не вела себя непорядочно. Сейчас мы с ней не общаемся. Я удалил ее из соцсетей, не хочу о ней ничего знать. Я вообще считаю, что с бывшими лучше не поддерживать отношения. Вике я говорю спасибо за яркие и страстные отношения и желаю ей счастья». Но неприятные вещи, которые говорит о Черкасове Романец, его только забавляют. Андрей рассуждает, «Мужчины и женщины после расставания ведут себя по-разному. Парни обычно молчат, а некоторые девушки стараются сказать как можно больше гадости и сделать так, чтобы бывший об этом обязательно узнал. Мне нравится, что Вика, несмотря ни на что, не переходит на оскорбление. Передаю ей и всем моим бывшим привет». На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, Instagram и страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ.